Стыдная правда о Пугачевой, которую надо знать всем, такой позор, забросила могилу. Семья Пугачевой заявила о подлом поступке певицы. Отречение популярной певицы Аллы Пугачевой от родной страны продолжает обсуждать в социальных сетях и прессе. Регулярно появляются новые подробности из жизни бывшей Примадонны отечественной эстрады, так как о ее подлом поступке рассказали оставшиеся в России родственники. Виктор Рыбин раскритиковал беглых звезд. Как известно, после начала спецоперации в сопредельном государстве некоторые отечественные звезды отвернулись от своей родины, плюнули на россиян, за счет которых заработали свое огромное состояние и сбежали за границей. Флагманом беглых артистов сегодня является Алла Пугачева. Она и сама отличилась своими заявлениями. Однако абсолютное большинство российских звезд заняли патриотическую позицию. Они активно поддерживают в трудное время народ и армию, ездят выступать перед освобожденными мирными зрителями, защитниками Отечества. Кроме того, они критически настроены против коллег-беглецов. Вот и лидер популярной группы «Дюна» Виктора Рыбин смачно плюнул Аллу Пугачеву, Валерию Меладзе, Веру Брежневу, Ивана Урганта и других отличившихся персонажей. Музыкант послал русофобов нахрен. «Прямо позор, позор, они нас считают дураками, а еще кем-то мы их считаем просто предателями», заявил Виктор Рыбин. Он также подчеркнул в интервью, что такие звезды, как Алла Пугачева и подобные ей, должны чувствовать негодование россиян. К слову, именно такие настроения ранее позволили сблизиться двум конкуренткам, народной артистке СССР Алле Пугачевой и Софье Ротару. Алла Пугачева является своеобразным символом российской сцены. Пожалуй, нет другой такой певицы в постсоветском пространстве, которая была бы столь ненавистной, столь любимой публикой, как Примадонна. Еще в конце 80-х, когда ей было около 30 лет, к ней все начали обращаться по имени Отчества Аллы Борисовны, что подчеркивало ее статус. Шли годы Пугачева, становилось все круче и круче, но все чаще публика слышала не ее голос и ее песню о скандале. Так она разведется с Киркоровым, то выйдет замуж за Галкину, то уйдет и со сцены, то вернется, то станет мамой в 60 лет. Кульминацией этой истории стало то, что Пугачева не приняла правила игры «Новой России» и после февраля 22-го покинула страну. Вначале еще были слухи о том, что это временный отпуск и лечение, но все развязалось после скандальных заявлений ее мужа. Говорят, он транслирует мысли Аллы Пугачевой, хотя многие считают, что звезда уже не в том возрасте, чтобы вести борьбу с чем-либо.